Вот и наступил день, 13 ноября 2022 год, все так же в Одессе. И мы едем сейчас полировать фары на смарт. Я вам уже вчера показывал, в каком они состоянии, прям, скажем, не ахти. Ну, сейчас оставим человеку, и он сказал, что он где-то около трех часов будет их полировать. Вообще, кто-то говорил, там и полчасика ему хватит. Человек, вроде, серьезный. Бензин 49,50. Как стоило, так и стоит. Но мы сегодня мимо заправки, уже не будем ничего измерять. Что же, я вам покажу результат. Я думаю, всем будет интересно. Я думаю, машина прям очень посвежеет после того, как отполируют ей фары. Все в лучших традициях. Недорогого ремонта. Слышите? Сигнал какой. Так, котэ. Мы не хотим жертв никаких. Все еще там сетит. Все, не пострадало кошка. Лучше к традициях. Едем по гаражам. Человеку, который будет полировать там фары. Все, в принципе, как обычно. Коты, собаки, гаражи. Ну и двоечка Жигули стоит. Универсальчик. Фотографируйте. Зафиксирую. Давайте, давайте. Как оно все было. Вот такие зловещие номера на машине. Три шестерки. Будете полировать, лаком еще покрываете каким-то? Вообще, в дальнейшем, да, буду. Но в данный момент это неудобно. Машину надо закрывать все пленкой полностью. А, понятно. Посмотрите, какое из-за чудо. Вот у нас что есть. Помните? Помните самую интеграцию, которая сейчас будет помогать одесским котам? Котики, скажите, Амалия. Блин, так едят, что прям за ушами пищит у них. Аж слышно. Я слышу этот писк и хруст. И мурлычет. Пролетаем над котами. И летим посмотреть на вот это вот чудо. Уверен, что многим интересно, что же здесь такое стоит. В гаражах оно всегда самое интересное. Так, окно номеров нет. Значит, это просто как контейнер какой-то уже. А не машина. Кто-то здесь поставил, что-то хранит внутри. Представляете, раньше люди ездили, радовались, гордились, хвастались. На такой машине. У нас, кстати, с отцом такая же была красная. Из Словакии нам пригнали, мы на ней гоняли. Были такие счастливые. Но это был 94-й где-то год, по-моему. Если меня память не обманывает. А номера мужчины 6663. Зловещие, об этом я сказал. Ну и моечка еще такая интересная. Все в лучших традициях республики Шкит. Вот, сейчас будем ломать шаблон. У нас же еще и песик есть. Некоторые подписчики спрашивают. Ну что ж такое вообще? Как с собакам отношение такое нехорошее? Почему не кормите? Сейчас вот. Иди ко мне. Ну собаки какие-то у нас пугливые. Давай. Давай, кушай. А ну-ка. Все, давай. Ничего себе. Вообще-то это премиум пес. Он будет со котом стать. Точно, он как фарочка будет со стать котом. Фара уже котопес, а это собака-кот будет. Ладно, но здесь коты есть, да едят. Кот-суицидник. Кошечка-суицидница. Что, давай тебя кормить. Смотри, как красиво в листве осенней. Такой у тебя завтрак сегодня. Не лезь уже больше под колеса так. В последнее время читаю разные. Смотрю паблики. Блин, такая ностальгия по временам. Вот тем простым. Все-таки старею, видимо. Старею. Можно покормить вашу кошечку? Да. А куда насыпать? Куда насыпать? Сюда можно? Смотрите, здесь такой трон. И кошка сидит. Но это приближенные, особо приближенные к императору. Здесь даже миска есть. 16? Совершеннолетняя почти. Ничего. Там еще одна. О, она без хвоста и без глазика. Маленькая. Давай. Сейчас мы... Вот здесь нормально насыпали. Ужас, а зачем отрезали? Живодеры какие-то? Блин, с асфальта вкуснее, да? Ну да. Помните эти диски? На лобовое вешали, чтобы там типа антирадар или что это было? Пишите в комментариях. Я не помню. Ну это было забавно. Эти диски у всех были. А как их зовут? Соня, Козя и Вера была. Соня и кто еще? Козя, Козя. Козя. Простые имена. Простые кошки. А у нас фарлон. Что-то это как-то... Козя. Козя, да? И ребенок. Дома, дома. Немного вам черемушек. Посмотрите. Это листва. Я вам именно про нее и говорил, когда говорил, что семья в детстве хотелось в нее занырнуть. На черемушках ее очень много. Вероятно, будут вопросы по поводу того, сколько стоит отполировать эти две пары. Две фары. Что за пары? 400 гривен мне зарядили. Это 10 долларов по нынешнему курсу за две фары. Вот оно, видите? Такое проявление феодализма такого своеобразного на черемушках. Каждый человек хочет поймать больше квадратных метров. КТ, да? Какой? Косит под фарочку. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Ого, сразу к нам бежит. Как будто нас знает. Кошечка. О, вообще. У нас такие все ухожены на черемушках? Иди сюда. Это кошачий патруль. Да, немножко высыпалось, конечно, так. С запасом. Да, у нас и в Одессе и девушки такие же все ухоженные. Что есть, то есть. Как эти кошечки. Есть у нас эта культура. Что у девушек, что у котов. А вот еще у нас один клиент. Давай. Угощение от катафорона. Но здесь непонятно. Все высыпать? Давайте тогда все будем высыпать. Ну, этот у нас вроде на под пивным этим тусит батискафом. Это не батискаф, а пивной магазинчик. Там подкармливают, наверное. Не такой голодный. Мы зашли в сити-центр, пока полируют фары. Мы видели вот таких вот... Кто это скажет? Это еноты? Нет, это гумей. Это не еноты. Это, я не знаю, муравьеды какие-то. Короче, суть не в этом. Суть в том, что мы решили катафорону отдать именно сюда. Почему он вот это вот все время ест и спит? Денег в семью не приносит. А так мог бы поработать немножко. Кот, он достаточно контактный. Вот. Поэтому... Как вы считаете? Я вот думал, его в ката-кафе отдать, чтобы он там поработал немножко. Понял. Как вот этим кошечкам живется на стоянках и прочих. В прочих местах. Но контактный зоопарк тоже ничего. Я думаю, что фара примерно так же бы работал. Здесь. Работник года. Да, здесь еще такие ребятки есть. О, на мою девушку похоже. Вон, вон я висит. Идем забирать машину. Короче, вы видели старую японку с фарами такими веселыми. Я говорю, фара веселая. Девушка говорит, ну да, сейчас придем в твою машину забирать у нее такие же, наверное, за 400 гривен. Ну что ж, вот результат. Такие прозрачные стали. Фары. Люба дорого посмотреть. Фотографируйте. Зафиксирую. Давайте, давайте. Как оно все было. Ну, вроде получилось совсем неплохо. Я бы даже стал хорошо. Можно сравнить с тем, что было. Ну что ж, мне нравится результат. Красота. Теперь смарт выглядит прям гораздо свежее. Я думаю, светить будет гораздо лучше. Пишите в комментариях, понравилось вам или нет то, что вышло. Я даже не знаю, кем надо быть, чтобы такое не понравилось. Субтитры сделал DimaTorzok